Приветствую всех, кто заглянул на мой канал. Спасибо тем, кто подписывается, оставляет свои комментарии, ставит лайки. Я не знаю, где Севочка мог так устать, что ему потребовалось вдруг поехать в столицу, разогнать тоску-печаль. Он предупредил зрителей в ТикТок, что вряд ли они увидятся в ближайшие три дня, так как он будет у Гаррика и Керри в гостях, а у них очень плохой интернет. И вообще, ну он же едет туда отдыхать, не успел приехать, немного отдохнуть и уже вышел в ТикТок. Вот стоило переться в такую даль, чтобы просто торчать в ТикТоке. Он туда зачем поехал? Отдыхать? Я думаю, что что-то там такое все-таки есть. Если бы действительно было что-то важное, ну он бы занимался там делами. Ну точно не торчал бы в ТикТок. Скорее всего, дела у Коли. А Самвел поехал как группа поддержки. Ну и пока Коля в нем не нуждается, он это время может спокойно потратить на себя любимого, посидеть и поиграть. Я, честно говоря, уже и видео в Ютьюбе не ждала. Потом слышу, вот он в трансляции сидит в ТикТоке, говорит, ну кто-то у него спросил, а видео на Ютьюбе будет? Вот он говорит, я только что загрузил. Ну, скорее всего, он его загрузил заранее, даже поставил время, а Ютьюб уже автоматически опубликовал. Я думала, что будут выходить ролики из столицы, будут посиделки с друзьями. Оказалось, все еще у него на канале Мама с Надей. Подготовился заранее. В общем, ничего нового у Мамы с Надей не происходит. Все так же они сидят без света, мучаются от жары, хотя уже не так, как раньше. Они сходили на прогулку и сказали, уже немножко жара спала. Но все равно, если посмотреть на их лица, они такие замученные. Видно, что этим женщинам тяжело сидеть в такой жаре, поэтому они сидят, обливаются потом, мучаются и молчат. Обычно не успеет Самвел зайти в комнату, как они перебивают друг друга, тут же начинают либо что-то рассказывать, либо задают ему вопросы. А тут тишина. Самвел тоже начал что-то там возмущаться, как и Диана, по поводу того, что где-то там люди сидят без света, а в доме, где живут депутаты, свет ни разу не отключали. Начал матюкать власть последними словами. Ну шо ж, это обычная практика. Удивляться этому, честно говоря, в наше время вообще не приходится. Конечно, они сидят со светом. Станут они вот так же мучиться, как все простые смертные. Надя традиционно предложила Самвелу пообедать, тот отказался. Вообще-то Надя поступает правильно, гостеприимно. Но у нас тоже так было принято. Если кто-то переступал по рук дома, значит нужно было предложить еду. Если человек говорил, не-не, есть не хочу, ну тогда давайте хотя бы чай попьем. Ну, а чая уже редко кто отказывался. Баба Таня, конечно, такой системы не понимает. Она привыкла соловья баснями кормить. Сколько ей люди писали, ну некрасиво так себя вести. Почему вы не предлагаете человеку, который к вам пришел, даже чашку чая? И баба Таня говорила, а ко мне приходят общаться, а не жрать. Но зато она ко всем исключительно ходит пожирать. Да я вообще, честно говоря, не представляю, о чем можно с нею разговаривать. Какой интересной информацией она может увлечь человека. Ты же голодранка информационная. Потом ни с того ни с сего Надя заплакала. Стоило Самвелу сказать, что да, Надя, будем снимать тебе квартиру, заберешь своего кота. И тут все, полились слезы. Так к нему приходят, с ним сидят и кондиционер включают. Эти слезы из-за котика? Вряд ли, вряд ли. Может быть из-за того, что Надя устала? Тоже вряд ли. Она приезжала и на более длительный срок, чем тот, который она тут пробыла. И выполняла она всю ту же самую работу, которую выполняет сейчас. Ничего нового и сверхъестественного на нее Севка не возложил. Севка говорит, ну ты хотя бы ложилась отдыхать, раскладывала кресло, чтобы ты могла днем полежать. Он же видит, что мамка лежит. Надя отказалась, говорит, да если бы я хотела, я бы легла без проблем. Баба Таня говорит, да я тоже ей предлагала. Надя, раскладывай кресло, ложись. Отказывается. Все-таки для них обеих было бы лучше, если бы Надя жила в отдельной квартире. А к бабе Тане только приходила помочь. Вот все равно в чужой квартире не так, как на своей территории. Пусть даже съемная будет. Но если она там будет одна, она уже будет чувствовать себя более свободно. Я больше чем уверена, что в такую жару, если бы у Нади была отдельная квартира, она бы не сидела в этом кресле. Она бы, ну когда-никогда, все-таки прилегла бы, как это делает баба Таня. Ну хоть относится к ней ТВ сейчас нормально, но все равно плачет. Нет, тут что-то другое. Наверное, жара так влияет. Далее, Севка, вот сколько сидел, столько за окном орала птица. По-моему, это ворона была. И он вспомнил, когда он лежал с мамой в больнице, постоянно орал сыч. И говорит, и ничего страшного, ничего не случилось. Ой, вот эти все приметы, это такая глупость. Ну, у нас сычи постоянно орут. Понятно, что и люди умирают, но слышат сычей многие, а умирают-то не все, которые услышали. Тут же Надя вспомнила, что перед смертью мужа у нее над домом тоже кричал сыч. Сколько таких суеверий, если птица в дом залетит, это тоже к смерти. Если бьется птица в стекло, если сыч кричит, если собака воет. Сколько всего такого было, слава богу, ничего не случилось. Может быть, в данном случае срабатывает принцип, кто примечает, тот и отвечает. А может, это просто чистой воды совпадение. Если придет время умирать, а птица не залетит в дом, и в стекло не ударится, и собака не заводит, и сыч не заплачет. Ну, что ж теперь, значит, человек не помрет? Да нет, конечно, ерунда все это. Потом им дали свет, о, не успели им дать этот свет, как сам был, тут же навалился на мамку. Ну все, мамка, давай вставай, как будто он ее только увидел. Давай делать приседания. Вот не приходит бабе Тане умная мысль в голову предложить делать приседания всем. Пусть и сынок подключается, и Надя. А еще лучше подождать, когда придет и Коля, и его заставить двигаться. Почему только она должна это делать? Комната еще не успела охладиться. Баба Таня в себя не пришла от жары. Он ее тут же гонит заниматься. В такую жару пожилому человеку тренироваться, это ж смерть. Баба Таня не первый раз жалуется на высокое давление, а он ее как не слышит. Я понимаю, что она привыкла валяться, что она ленивая, она почти не двигается. Но сейчас в такую жару, да еще когда не работает кондиционер, даже пусть его только-только включили, еще комната не остыла, люди в себя не пришли. Но сейчас не время заниматься. Баба Таня говорит, не люблю я жару, с самой молодости не люблю. Да? А когда Эдик жил в Башкирии, она же с него живого не связала, пока не переехал. У вас в Башкирии, сынок, слишком холодно, надо переезжать туда, где теплее. Они живут и их все устраивает. Есть люди, которые вообще любят жить в вечной мерзлоте. Если ей где-то некомфортно, то переезжала бы сама. Вот сейчас жарища такая, она же не думает о том, чтобы куда-то переехать. Она же терпит, она ждет, когда жара спадет или когда дадут свет, чтобы наконец-то остудиться. Почему обязательно нужно куда-то переезжать? Вот могла бы предложить поехать к Наде пожить. Надя сказала, что у нее в квартире никогда не бывает слишком жарко. Севка такой контент, конечно, никогда не отпустит. Он уже не очень хочет заниматься Ютубом, но он не рискует полностью от него отказаться. Потому что в ТикТоке он целиком и полностью во власти других людей. От него-то мало что зависит. К тому же он наверняка тоже замечает, что актив у него заметно упал. Когда он лежал в больнице с бабой Таней, у него на трансляциях было от двух до двух с половиной тысяч людей. Тысяча восемьсот, было полторы, но в основном две и выше. И подарки раньше ему присылали и дорогие, и сразу по многу. Теперь как-то все вот эти вот донатеры, которые у него были, они постепенно исчезли. Потом, конечно, пришли новые, но и они тоже на последнем издыхании. Особенно эта Таня говорит, все, Самвел, уже не могу, пустая. Ну, потом смотришь, через какое-то время снова начинает ему посылать подарки. Но это же тоже вечно не будет длиться. И Севка это прекрасно понимает, что если вдруг люди там перестанут присылать, и он перестанет иметь оттуда доход, то у него опять остается только Ютьюб. Поэтому полностью забрасывать его он не хочет. Самвел не может не замечать, что в последнее время он играет с такими позорными счетами. И то в основном на лайках пытается выиграть. И это у него плохо получается. Он уже даже Алиски стал проигрывать. Счета как-то уравнялись у них. Вполне вероятно, что еще немного он вообще перестанет там появляться и снова начнет выкладывать по несколько роликов Ютьюб. Потому что в Ютьюбе все стабильно. Он выкладывает видео, люди смотрят, зарплата идет. Все. И он уверен, что он выложит ролик, и люди посмотрят. В Ютьюбе у него не бывает так, что он выложил ролик, а его посмотрело всего 50 тысяч. Стабильно у него просмотры свыше 100 тысяч, а иногда и свыше 200. Просит баба Таня Самвела, чтобы он набрал Эдика. Говорит, уедешь, а я и не поговорю с ним. Ой, как бабе Тане понравилось общаться с сыночком. Она же только что с Эдиком разговаривала и снова просит позвонить. Самвел, когда решил ее наказать, что он не будет к ней приходить, и он не приходил около пяти дней, за эти пять дней она позвонила ему один раз. Он в это время был на спектакле, не ответил ей, так она ему больше перезванивать и не стала. И ревнучкам она тоже не считает нужным звонить. А вот Эдик совсем другое дело. А что каждый день созваниваться? Не, я бы поняла, если бы у них так было заведено. Мама переживает за своих детей, каждый день им всем звонит, спрашивает, как у них дела. Но ведь у них же не так, и так никогда не было. Севка начинает злиться, возмущается. А что Эдик сам не звонит? По качаной, по капусте. Когда у бабы Тани на телефоне был установлен вайбер, тогда Эдик звонил, они общались чаще. Теперь Эдику нужно беспокоить Надю, чтобы поговорить с мамой. Ну и к тому же они недавно разговаривали. Да вообще, у Эдиков просто могут быть свои дела и проблемы. Ну чего ради каждый день названивать? Если уж матери вдруг все-таки приспичило созвониться, ну мог бы молча пойти на встречу. Он же так хотел, чтобы мама выздоровела. Даже с Эдиком ради этого помирился. Ну вот, его желание исполнилось. Сидит мама, живая, здорова и хочет пообщаться с сыном. Ему что, так тяжело сделать ей приятное, отдать в руки телефон и набрать Эдика? Баба Таня возмущается на телефон. Ой, купил такой говняный. А, как только он ей его принес, она так хвалила. Хороший телефон. Теперь вдруг резко стал плохим. Да с телефоном все в порядке. Этого Санвела не хватает в голове, чтобы установить вайбер. И нет желания отнести в центр, чтобы настроили. Надя тоже, видимо, не догоняет, что можно было бы собраться с бабой Таней, прогуляться до ближайшего магазина, где продают эти телефоны, и попросить, чтобы ей все настроили. А может быть, она этого не делает, потому что Севка тихонечко шипнул, да, не хочу этим заниматься, не нужно матери вот это вот, пусть через меня общаются и хватит. Ну, телефон тут точно ни при чем. Далее Самвел полез читать комментарии. Актрисы от жары сидят никакие, а Севке нужен контент. Написали по поводу воды. Два бугая, но это имеют в виду Колю и Самвела, приходят, а воду принести не могут. Зачем Наде постоянно уговаривать Самвела поесть, если он через пять минут сам полезет по кастрюлям? На все вот эти вопросы Самвел отвечал одинаково агрессивно. Он просто посылал людей матом. Какой смысл зачитывать комментарии, которые раздражают, на которые он не собирается отвечать? То, что он выматюкался, я ответом не считаю. Поэтому какой резон это делать? Отправил долбобовых зрителей, он считает, что у него в основной массе именно такая аудитория, к врачу. Есть, говорит, такой врач, долботерапевт, вот вам туда. Нет, только после вас, Самвел Ашалуйсович. Вы лечиться любите, да и судя по вам, в таком враче вы нуждаетесь больше, чем кто-то из всей вашей аудитории. Так что вперед, отправляйтесь к этому врачу вы. Вот таким вот был мой обзор. На этом я буду его заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Надолго не прощаюсь с вами. Всем пока!